Доброй традицией в преддверии поистине народного праздника Дня Защитника Отечества стали встречи представителей славянской патриотической общественности с военнослужащими срочной службы. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. Мы с тобой, солдат. Так называется это доброе мероприятие, в котором принимали участие славянский комитет женщин и солдатских матерей, совет ветеранов Афганистана и локальных войн, патриотические клубы сельхозтехникума, четвертый лицей и молодежь города. Наша какая цель? Это как бы праздник 23 февраля и в то же время ребятам как бы сделать, мы все приносим тепло домашнего очага, чтобы им хоть как-то будни службы скрасить, что знают, что мы вместе с ними всегда, потому что это наши защитники. Маргарита Сидорова приветствовала солдат. В их адрес прозвучали теплые, идущие от сердца слова, а ветеран вооруженных сил и воин, интернационалист Виктор Коробецкий напомнил защитникам нашей Родины о важности хорошей военной подготовки. Мы готовимся к защите нашей Родины. Так вот, что такое подготовка к войне, или подготовка воинского труда, ратного труда? Это в основном две задачи надо решить. Это изучить современную военную технику, которая вам доверена, и второе – это боевое слаживание. Военнослужащим, которые праздновали свой день рождения в феврале, были вручены подарки. Особенно трогательно, что каждый именинник получил торт. Не были забыты и другие солдаты войсковой части 25356. Я очень благодарен за то, что не забывают про нас, поздравляют нас, приезжают сюда, устраивают нам концерты. Солдат порадовали песнями учащиеся 4-го лицея, студенты сельхозтехникума и артисты городского дома культуры. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Субтитры предоставил DimaTorzok